Но сейчас пару минут полистаем старые газеты, чтобы вспомнить важные для американской истории события, которые произошли сегодня, 16 августа. 163 года назад из Европы в Соединенные Штаты была отбита первая в истории телеграмма. 16 августа 1858-го ее отправила в Белый дом британская королева Виктория. Однако американский президент Джеймс Бьюкенон получил эту телеграмму почти через сутки. 18 часов потребовалось для пересылки текста на канадский остров Нифаундлен по подводному кабелю через Атлантический океан, после чего по наземному телеграфу сообщение перебросили до пролива Кабута, откуда вновь через подводный кабель на мыс Бреттона, потом по воздушным проводам через восточную Канаду получателю в Америку в Белый дом. Газетчики не унимались неделю. Для середины 19-го века это было эпохальное событие, которое сегодня у пользователей интернета способно вызвать лишь кривую хмылку. 16 августа 1896-го года старатель Джордж Кармак нашел на реке Клондайк маленький кусочек золота, который обернулся большой золотой лихорадкой. К месту будущего сказочного обогащения потянулись толпы желающих, каковых набралось не менее 50 тысяч человек. Сам Кармак, судя по всему, не особо надеялся на везение, потому как вместо того, чтобы искать золото, занялся сдачей в наем участков золотоносной земли и, в отличие от подавляющего числа старателей, реально на этом разбогател. Большая золотая лихорадка на Клондаке, кстати, была в Америке последней, а всего их было целых шесть. Ну а 16 августа 1977-го года навсегда останется черным днем для поклонников Элвиса Пресли. Именно в этот день 42-летний король рок-н-ролла ушел из жизни. По словам врачей, музыкант умер от сердечного приступа. Помимо официальной версии, существует множество других, от самоубийства до версии о том, что на самом деле Пресли доживает свой век под чужим именем, сделав пластическую операцию. В этом можно не верить, но пока в эфире радиостанции звучат песни короля рок-н-ролла, он жив. Мы посвятим одной из рубрик сегодняшнего выпуска нашей программы Элвису Пресли. Не пропустите. В Нью-Йорке 5 часов 28 минут, вечер как таковой практически еще не наступил, светло, вы слушаете и смотрите радио Ройсей. Это шоу почти дома. Сейчас попробуем яблоко, которое нам предлагают Ёлка и солистка группы Айва, ну а затем гороскоп. Как же в понедельник без гороскопа?